Привет, друзья! Мы снова вместе. Я сейчас нахожусь на острове Панган. Мы улетели всей семьёй на месяц отдыхать. Но, конечно же, я не могу удержаться от записи видео очередного для вас. Специально нашёл такое место, выбрал этот вид. Позади панорама. И сегодняшняя тема, я бы хотел поговорить о состоянии самадхи. Очень много комментариев я прочитал, практически все комментарии прочитал. По прошлому видео, которое я выложил. Ещё раз хочу вам подчеркнуть такую вещь. Самадхи — это не просветление. То есть тот человек, который находится в самадхи, не означает, что он просветлённый. Я вообще не понимаю термин «просветлённый человек». То есть это вообще кто? Что это за такой некий мифический персонаж или почти что бог, который является неким просветлённым? Чем он отличается, например, от человека обычного? Вот есть просветлённый, есть человек обычный. В чём разница? Никаких чудес этот просветлённый человек вам не сделает. Ничего. Но все об этом говорят. Это очень популярная тема. Он просветлённый, ещё там как-то шокировал интернет или какой-то просветлённый индига. Такой бред полный. Это обычные люди, которым наделили этот ник или кличку просветлённый. Но состояние самадхи, да, и человек, который находится в самадхи, это уже конкретное состояние. Это уже конкретные люди. И это можно почувствовать, это можно буквально потрогать на уровне ощущений своего собственного тела. То есть когда ты входишь в помещение, и в этом помещении находится человек в самадхи, который обладает этой способностью входить в эти медитативные состояния глубокие, то твоё состояние меняется. То есть рядом с этим человеком твоя энергетическая структура, твоё ощущение, физическое ощущение тела, оно реально меняется. Ещё один момент хочу прояснить. Если я, например, могу входить в состояние самадхи, я могу передавать и транслировать это состояние, перенастраивать других людей. У меня есть ученики, которые уже успешно входят в это состояние. И это реально, конкретное состояние сознания, состояние физического тела. И это иной режим головного мозга, который начинает включаться во время медитации. Но я могу это доказать. То есть я могу перед собой посадить человека, включить, изменить своё состояние и изменить состояние сидящего напротив меня человека. Это реально чувствуется, абсолютно. И даже приборами это можно замерить. Возможно, мы сделаем скоро замеры мозговой активности. Когда я вхожу в это состояние. И ещё такой момент. Друзья, если я в самадхи, то это не значит, что я должен, например, не банить кого-то в комментариях. То есть я могу спокойно забанить человека. Я могу ругаться матом, могу послать. То есть я могу делать абсолютно всё, что захочу. Это никак не влияет на мою способность входить в самадхи. Вообще никак. То есть я обычный человек, который просто может входить в очень глубокое медитативное состояние, выключать мысли, тотально находиться в моменте сейчас и регулировать глубину вхождения в этот момент. И также транслировать это состояние, перенастраивать других людей или группу. И даже на расстоянии я работаю. Вот чем я отличаюсь от обычных людей. Конечно, в состоянии самадхи ты черпаешь огромный ресурс из-за настоящего момента. Огромнейший. То есть буквально 15 минут, и ты уже в другом состоянии. То есть та заваруха, та мыслемешалка, которая у тебя была, например, от каких-то твоих забот и дневных каких-то переживаний, да, этого уже нет. То есть вход в состояние самадхи очень мощно влияет на психику и серьёзно успокаивает и расслабляет физическое тело. Без всяких там мантр или там, не знаю, молитвы и ещё чего-то. То есть это тотальная тишина, в которую ты входишь, и там ещё есть глубина. И уже из тишины ты набираешь силу. Ещё такой момент. Вот с чем это ещё можно сравнить. Смотрите, вот представьте мобильный телефон. Мобильный телефон, у него есть аккумулятор. Аккумулятор, который нужно постоянно заряжать. И этот аккумулятор, ну, например, его хватает на целый день. И вот сравнивая нас, людей, с мобильным телефоном, да, такая грубая аналогия, у нас есть жизненная сила, определённый запас, аккумулятор. И вы можете пользоваться, вы можете расходовать энергию тусить, гулять, да, идти в разнос. Можете высаживать свой аккумулятор, но в какой-то момент времени, да, вы поймёте, что ваша жизненная сила иссякла на нуле, и у вас больше нет энергии, нету жизненной силы. Нужно её как-то восполнять. В чём разница? Вот состояние самадхи – это подключение источника питания к мобильному телефону. То есть это постоянно безлимитная зарядка твоего энергетического поля. Ты входишь в состояние, твоё сознание меняется, и в твоё тело начинает проникать определённая вибрация, определённая энергия, называется сома. Может это быть в руках, может это быть в ногах вначале, да, может быть это включение макушки. И твоё тело начинает набирать эту энергетику. То есть ты набираешь, полностью погружаешься в это состояние, и у тебя происходит очень глубокая, мощная зарядка твоего аккумулятора. 15 минут, и у тебя полностью заряжены аккумуляторы. То есть вот что позволяет состояние самадхи и вообще способность входить в это состояние. Если вы думаете, что достигший человек самадхи, он какой-то суперсовершенный, какой-то суперсидхи, да, или у него там некоторые путают, что это сверхспособности, то я вас немножко разочарую. Это примерно как ты можешь в любой момент, в медитации или в состоянии покоя, просто в состоянии покоя, когда твоё тело недвижимо не двигается, входить в очень глубокие изменённые состояния сознания, не применяя каких-то техник, практик, мантр, там, не знаю, ритуалов. То есть вот этого всего абсолютно не нужно. То есть ты через намерение входишь в состояние, и в этом состоянии находишься сколько тебе нужно, и это состояние очень приятное, это состояние блаженства, оргазма всего тела, оргазм каждой клетки, духовный оргазм, как угодно это можно называть, но это конкретное переживание опыта медитативного. Опять же многие люди путают, что они типа тоже в самадхи. Нет, я 17 лет в теме эзотерики, 15 лет я занимаюсь техниками дыхания, и сколько я до того, как мне мастер включил это состояние, то есть человек, который тоже находится в этом состоянии, самадхи, он может передавать, тоже может настраивать тебя на это состояние. Вот до того, как мне не включили реально, что это такое, я тоже думал, что я медитирую, смотрю на объект, сливаюсь с точкой, да, в некоторых писаниях пишется о том, что слияние с предметом, да, это тоже самадхи, но это не то, это все зависимость от каких-то объектов, внешних каких-то мантр, там, еще чего-то. Но реально вход в это состояние, он должен быть через намерение, и у тебя должна быть реальная способность входить в это состояние. И это не говорит о том, что я не должен, например, как-то в комментариях выражать свои эмоции, да, я могу это делать абсолютно, и я веду обычную жизнь мирскую. Это не гарантирует, что я должен там ходить по воде, например, или парить над землей, вообще не факт. Поэтому, друзья, я вас, возможно, как-то разочарую, но тот, кто в самадхи, может делать абсолютно все, что угодно, и это никак не влияет на свойство входить в это состояние. Вот такой вот месседж, надеюсь, вы поняли. Поэтому я еще продолжу видео про эти состояния, и если вы реально намерены и хотите почувствовать это состояние на личном опыте, не где-то там прочитать и кого-то, какого-то просветленного, а-ля в кавычках, послушать, а реально почувствовать, ощутить нас на уровне своего тела физически, то я рекомендую просто приехать ко мне на какую-нибудь выездную программу. На каждом выездном мероприятии, ретрите, я включаю это состояние у абсолютно всей группы. То есть люди переживают. Так или иначе, кто-то больше, кто-то меньше, люди очень чувствуют физически это состояние. И я жду ваших вопросов в комментариях под этим видео. Подписывайтесь на канал, будет очень много интересного. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Лайк, конечно же. И пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok